Жора сейчас расскажет нам за всю, и Вовану расскажет. Аналитики могут помолчать. Шестой человек Virtus.pro. У нас и шестой, и седьмой есть. Мы только за ликвидах можем проезжать. И восьмой, и девятой, когда они болеют, меняют. Дублеры, дублеры есть. Дублер года, допустим. Восьмой это Хитров. Восьмой человек Virtus.pro. GoPro. Ну вот смотрю сейчас на драфты, видно, что испугались немного Void of Virtus.pro. Вспомнили, каково это стоять и ничего не делать, пока тебя метелят. Здравствуй, Георгий. Да, здравствуй, Георгий. Расскажи нам про первую карту. Расскажи нам, почему 20 минут, 25 минут была пауза между картами. Ну потому что вы готовы, нам нужно 1 минуту. А, окей, подождем 1 минуту. Мы готовы. Ну сейчас подождите пару минут. Ну и, собственно, получается 25. Китайская математика. Сложение, да, хорошо, у них все с этим. Да, вот тебе задали вопрос про первую карту. Наверняка ты присутствовал при обсуждении ошибок сразу после окончания матча. Было 3 критических ошибки. Те, которые мы отмечали. Да, ну на Рошане там просто очень неприятно получилось. Void вывел иллюзию. Да, перед ним иллюзия бежала. Ребята не знали, откуда у него вообще возьмется эта иллюзия. Дали у нее сайлент, стан. Ну и, собственно, все. Там скорее тайминг большой. Больше контроля на вайда не было. Нет, ну если бы дали нормальный сайлент, законтролили вайда, то все было бы гораздо лучше. Там у нас интересные вещи происходят. Мы только горели на тему того, а вы помните, пак получает шестой, там прилетает человек. Тут и прилетатель, и пак появился. Афата помнит, да. Это на самом деле жестко и будет достаточно опасно. Но ВП сразу, Висп, ЦК. Мне кажется, ликвиды готовы спокойно к этому Висп, ЦК, потому что пак и фурион. Они и своровали, и в то же время... Нет, это очень жесткая контра, ЦК на этих ранних стадиях. Потому что, во-первых, если с паком ничего не делать, он получит этот ранний даггер, то Висп, ЦК просто юзл становится. Он может их просто соло двоих убивать. И сплит пушить бессмертно. Он может бинковаться на эту пару, убивать Виспа под ультфуриона. Ну, ведь на весь прокаст. Со Сайленс, там, орп, ультфуриона. То есть будет еще какая-то поддержка. Еще может быть даггон соберет условный. Если какая-то поддержка будет, да, и минус... Спектра какая-нибудь. Ну, плюс-минус, да, образно, какая-то, если спектра еще будет, то на шестом левене он просто пак может ходить. Если ему ничего не будет делать, он может игру в соло сделать. Так банально пак в таких ситуациях. Он просто покупает себе даггон после даггера сразу же и прыгает на голову шару. А шар, что он сидит, смотрит, у него максимум какая-то урна. Если все было замечательно, если все было супер шикарно, это может быть мека, тогда да, тогда проблемы. Но в лучшем случае это урна. Сразу, пока у нас идет первая стадия пика, Гош, как играют ВП через Челс Найта и Виспа? Пока только СНГ коллективы используют. Не-не-не, чаще через мидл или через легкую линию? Куда идет связка? Через легкую. Через легкую линию это играет. Ну, вот, соответственно, пак будет стоять один на один и, соответственно, он будет три на один стоять. Появляется туск и вдобавок к фуриону. Что будет еще у ребят? Что к этой стратегии прибавляется? Вован! Мне интересно, потому что он точно знает. Ну, мне кажется, сейчас может быть опять ДП какая-нибудь? Спиритбрейкер будет? Кажется, что... Входит в эту стратегию спиритбрейкер? Спиритбрейкер на самом деле входит практически. А, я понял. Виртуспрос спиритбрейкер входит. Нет, когда есть ЦК Виспа, то любой Солер, вот такой, который имеет ультимейт стан. Ну, Шейкер еще неплох. Да, любой просто. Ты должен дать стан, и туда налетает как раз... Ну, идет прилетка. Там Бэтрайдер, Спиритбрейкер, ну, просто любое. Это без разницы, какого героя брать. На ком... Ну, Бэтрайдер вряд ли будет, потому что пак его... На комфобусу будет более 5-го. Плюс тутик может зацелить. Ну, Винга не в бане, не в пике, и я думаю, что ВП, наверное, ее все-таки возьмут. Ну, вот Висп ЦК, пока мы видели, вот сейчас мы видим у Виртуспро, видели еще от Спиритов. То есть, фактически только от СНГ коллектив. Был еще соло ЦК, без Виспа, от какой-то... А, это как раз от Спиритов был, да. Все, все, все. Винга с Разором. Да. Винга, братрум, ДП. Ну, мне кажется, три героя. У меня вопрос, Гош. Используют ли еще какие-то команды, кроме наших, вот, во связку Висп ЦК? Замечал ли ты за... Да, да. Много команд используют? Они, я думаю, 100% могут взять. Я бы сказал, вся Европа. Вся Европа. Плюс-минус. Висп ЦК, это очень ситуативный, на самом деле, пик. Его нельзя сразу раскрывать. Ты можешь взять Виспа, а потом нужно подбирать героя, потому что... Там Кини, Свен, ЦК. Да, конечно, если ты берешь ЦК, ты все карты открываешь. Просто все карты. Ну, не соглашусь. Если ты умеешь круто отыграть эту сказку... Да, Виверна. Кстати, Виверна очень неплоха здесь. То я согласен, что это хорошо. Вы сейчас убьете всю карту. Это как там в Стине пойти и убить всю карту на 10-й минуте. Не дать никаких шансов. Они просто не дают Ликвидом физун убирать, по факту. Ну, пока... А у них нет физы, понимаешь? Нет. Сейчас нет. Ну, в банах особо нет физы, я бы сказал. Они дают им взять физу теперь. Ликвиды теперь не будут убирать какую-то физу. Так, а в смысле? Зачем? Смотри. Ну, Слену, например, какого-то мы не увидим. Мне больше интересно, что будет у ВП. Потому что если у них будет в миде стоять какой-то слабый герой, хоть немного уязвимый... Уже очень слабые линии. Да, он будет умирать просто по кулдауну. Ну что, Туск, это... Если это будет Джеракс, это просто смерть. Сейчас будет какой-нибудь Спектра туда же залетает. Это будет Джеракс. Спектра уже имеет два фри-фрага. Нету сильных линий у Вертус Прос, чтобы ей помешать. Это будет очень слабая даблаз Виверный. Слабая даблаз Чаус Найтом. Это будет трипла же. Ну, Гоша сказал, что они более... Вот это будет трипла? Ну, типа... Нет. Это как претензия сейчас была. Предъява такая. Серьезно? Ну, сейчас нет. Практически никто не играет триплой. Согласен. То есть это легкая линия Хаус Найт. Это легкая линия Хаус Найт. Там с Виспом, с Виверной по очереди, кто-то им помогает. И плюс мидер, которому тоже кто-то из саппортов помогает. Защитно. Согласен? Слабенько. Слабенько. Согласен. Слабенько согласен. То есть даже по игре сейчас будет любой кор, который перемещается по карте, ну, мобильный, который сложен на заганке, тот же антимаг может быть, спик трасс, ларк. Все, что хочешь, очень сложно поймать. Одна виверна на всех с ультимейтом, которая будет там... Нет, ну не забывайте, сейчас в Ратрум еще зайдет в пик. Это вообще тогда... А, яйцо чем ломать? На всю команду ни одного нюка не будет, только вот нюк виверна. Это очень сложно. Яйцо, кстати, Хаус Найт очень неплохо. Чем? Ну, знаешь, как сказать... Лантрой. Так, нет, погоди. Я тебе говорю про, там, пятнадцатую минуту, там пак дает просто два каста, ни одной иллюзии нет. Лекарды очень грамотно распик ведут, они видят слабый суппорт, потому что кубисп слабенький. Да, да, да. Я бы сказал, виртус про не грамотно распик ведут. Наша студия превратилась, как это три человека наседают на Гошана, Гошан пытается задать, но все нормально, да все неплохо. Да, ладно, пойди на нас сам, скажи, скажи, как вы... Вы не того парня посадили на этот диван. Я вообще, ну, я понимаю, прекрасно, что Гошу тяжело отбиваться, потому что, ну, там, драфтит другой человек, он не может. Вот, не к нему в голову пролезть. Вот это уже посерьезнее. Но 5 на 5 не намечается у Ликвида, я думаю, это тоже слабенький пик. Тот же Баратрум лучше был бы, наверное, даже по игре, потому что 5 на 5 не будет здесь никакого. Какой мид у виртус про спасет ситуацию? То есть, если мы берем в расчет на то, что ЦК Висп это все-таки линия. Это все-таки линия. Ну, линия, я имею в виду, легкая. Вот этот пацан теоретически мог бы жить, хоть немного, вайпер, которого забанили. Вот, будет какой-то герой, которого сложно поймать. Сейчас будет Свен от ВП. От Ликвид будет какая-то Спектра, Сларк. А, либо Джиггернаут. Либо какой-то герой, который против Дарксира очень хорошо стоит. Сван очень жадный. Сларк нормально. Сларк вообще не жадный для Ликвид. Я для ВП. Я не для Ликвид. Для ВП. Мне Сларк очень нравится, как вариант. Для ВП тебе уже сказали, Джиггернаут. Для ВП. Джиггернаут неплох. Если бы мышка была у меня в руке, он мог бы сказать 100%, не 100%. А что насчет старого-дового ДК? Мы уже смотрели, как ребята тренировались, должны были какие-то заготовки. ДК против ПАК стоит на линии. ДК на мидл герой нужен. Ну, нет, ДК, в принципе, нормально. Толстный фит. В общем, у него на вторую пассивку берет на третьем ловле. У него тяжело пробить. Силовик, агильщик, но милишник. Джеракс играет в жесткий роуминг. Он всегда так играл. Он в прошлой игре играл на Фениксе. А сейчас тоже будет играть на Фениксе. Мне кажется, сейчас на Фениксе будет играть на Фениксе. Куроку. Там, ну, может быть, поменяются. Когда есть Таск в игре, это его вторая сигнатурка. Я понимаю. Вот я поэтому в прошлой игре удивился очень. Первый кто? Вон зеленый. Второй Таск. Третий Винтер Виверна. Это его три жестких сигнатурки. Но Винтер Виверна против, к сожалению. К сожалению, нельзя забрать, да. Короче, Джернаут. Гернаут, не знаю. Ой, как тяжело. Ликвид Пик очень похож на прошлую игру. То есть сплит пуш, давление по линиям. Они могут перемещаться везде. Сильные в тимфайте. У Витус Про вообще нечего на это ответить. Все, что есть, это типа комбай 5 на 5. Акаша, забыли Акаша. Вакуум плюс Винтер Скерс. Да, главное. И какое перемещение пока за счет Виск плюс ЦК. Кстати, там на втором канале комплексти Овнет и Волджиниус. Достаточно серьезно. Там счет что-то 22-16. И если мне плохо видно, плохого качества, но по-моему там стороны нет у Волджиниусов. А у нас начинается вторая карта. Виртус Про против Ликвид. Держим кулачки за наших ребят. И передаем слово нашим комментаторам Вилату и НС. Они меня так подвели. Спасибо огромное нашей студии аналитики или просто студии, потому что там не только аналитики. Там и Каспер, и Ваня. Да далеко не только аналитикой они занимаются. И далеко не только аналитикой. Наши развлекательные студии огромное спасибо. Вторая карта, вторая карта ВП продолжают брать то, в чем они, наверное, уверены. Ну и вот Ликвиды тоже, в принципе, набирает героев очень-очень сильно под себя. То есть Феникс опять, опять у нас Тусик, которого почему-то Куру просто не берет. Ой, не Куру, извините, я там очень долго год думал, он просто не брал героя. Почему-то кнопку не махал. Ну, Джеракс на Феникс и подсел, поэтому вот. Да, Джеракс, оказывается, умеет на многих героях играть. Это, кстати, не новость, я хочу сказать. Ну, давайте начнем, наверное, с Ликвид, которые выиграли первую карту. Джеракс, вот он, летит на ваших экранах на Фениксе. За ним летит Фата на Паке играет. Ну, и вот он Куру бежит на Тускаре. Матум Бамэн играет на Луне. И Иван Буриславов на Майн-контроле. На Майн-контроле. На Нейчус Профити, конечно же. Фурион на Майн-контроле. Сайлент. Конь-огонь, Чаус Найт, Лил играет на Виспе, Гот на Темплар, Ассайсин. ФНЖ играет на Сна Винтер Виверни и Ди Кей Фобос на Дарксире. Ады 0, Ликвид ВП, Полфинал Винроу группы Д, последней группы Шанхайского Мажора. Надо выигрывать. Очень надо выигрывать. Хорошо, что смог Драмер зайти в студию. Рассказал он пару вещей. Ну, и, в принципе, сказал, что и прошлой стратой ребята тренились. И это тоже стратегия не какая-то там с бухты-барахты. То есть это натренированная очередная комбинация героев. Но, честно признаться, ну, посмотрим, как ВП это все дело разыграют. Это, возможно, лайн-доминейтинг хотят они устроить такими героями. И какую-то агрессию там на 10-15 минуте, что, впрочем, на Виртуз Про похоже. Но если у них не получится, то опять я что-то смотрю на Ликвидов. У них такой мощный пик именно в драке, что у Виртуз Про могут быть проблемы, если не будет овер-фарма и каких-то, какого-то овер-доминейтинга на всех линиях. Посмотрим. Поглядим, как получится. Получится, кстати, вот такой вопрос по поводу того, что пришел драймер в студию и начинает рассказывать, что то тренировали, то тренировали. Может быть, не надо это делать? Ну, естественно, игроки скажут потом драймеру, что ты лох, ты что творишь. Но мы это понимаем, что это проблема, кстати, у Фобоса. Да, ну Фобос, колет очень сильно, Джеракс, а Джеракс тебе может улететь, кушать фарри-фары. Джеракса надо колоть дальше, Фобос пытается бежать до конца, и все-таки делает первую кровь. Дикий Фобос, ну, тут серьезная такая война была, и мы видим, что Айншелл все-таки выиграл эту драку. Не, ну, слушай, халява так-то. Три в два сделал. Почему столько голды? Что это за... Почему Ликвиды заработали больше голды? Это какой-то нонсенс. Они же три в два дрались. Они убили, наверное, героя второго левела, потому что Фобос получил второй. Может быть. А нет, он не получил второй. Это какая-то удивительная ситуация сейчас получилась. Не понимаю. Дота 2 Механикс, что ты делаешь? Ля, ну, две бунтируны тоже были взяты. Фобос 333 голды заработал, 226 Матумба Мэн. Мол, нонсенс какой-то. Ладно, это такое, если кто-то разбирается в механике Доты 2, то Найсфрок. По-другому я не скажу. Осфрок. Осфрок. Ну, ладно. Все равно сделали праг, все отлично. Там Фобос уже второго уровня, у нее там будет все неплохо. И если будут стягивать на себя, так скажем, все внимание, два парня сверху из Virtus.pro, и придется трипле там стоять и никуда не двигаться, Джеракс не будет перемещаться, то вот такие штуки будут происходить, в общем. И на этой линии будет умирать Фурион, и на Миде у Пака все будет очень плохо, потому что Тендлар Ассасин, она сильнее, чем Пак. Да, при том уже будут перетяжечки, понятное дело. Вот, я так понимаю, будет курсировать постоянное ФНГ между топом и Мидом, помогать и там, и там. Здесь, в принципе, Савин с Лилом должны справляться с Фурионом. А вот прилетает, то есть там Майн Контрол, второй левел, но надо ему быть очень осторожным, потому что вот как только получит там третий, четвертый левел Челс Найт, то у Фуриона будет огромный проблем, разбивает руну Хасты здесь пенечком. Хорошо все сделал, и куда летит Джеракс? Куда-то летит, Вард, возможно, хочет попробовать какой-то разбить. Или он чекал руну, да, у них же нет, увижу, здесь он чекал руну, укатывается у нас Куров, ФНГ. Ну, с Фобосом тут наглеют они немножечко, да и правильно делаешь, что наглеют. Как только нет Джеракса, можно понаглеть и можно погонять там немножко эту луну, потому что, ну, 13-2 у него крипстат, и это хорошо, как-то, для Матум Болмэма. Почувствовали слабину в Virtus.pro в Piki Liquid, что там такая будет линия, которая не особо способна убивать, хоть она и мощная, в принципе. Луна там туск, Феникс 3 на 3 против них стоять, именно с целью что-то пофармить, я бы не стал, это неприятно будет. Но вот вдвоем поразвлекать, это очень грамотная идея, потому что убивать они могут слабо, а помешать пофармить можно неплохо. И вот вроде более-менее даже получается. Ну, луна, по крайней мере, немного от Хаос Найта отстает, на 5 крипов, уже на 6, уже 6. Сильно, ну, самое главное, что, действительно, фармит там пока Сайлент, опять-таки, мы знаем, что там много играли, Висп Челс Найт, но вот как раз-таки играли они с Солиданом. Подожди, ну, Империя, а, Империя тоже катала, Висп Челс Найт очень много, так что Сайлент знает, может, и умеет, это факт. Я не знаю, спит ли наш еще статсмен, было бы неплохо увидеть стату по Челс Найт, да, спит он, он, к сожалению, спит, ну, это понятно, все-таки у вас, у вас поздняя ночь или раннее утро, как где, так что тут, конечно, вопросов быть не может. Параллельно, ребята, еще раз напоминаю, ЕГЭ играет против комплексти, и, внимание, там, там просто невероятные вещи происходят, там двух сторон нету команды ЕГЭ, и они проигрывают 16 тысяч голды. на первой карте, и все внезапно становится очень интересно. В этой группе все становится очень интересно. Если мы увидим финал Венеров, так скажем, за выход Liquid Wall, то я буду дико удивлен, Фобос погребает, конечно, Фобос, тут и ФНГ умрет, скорее всего, лететь некуда, сейчас кончится Arctic Burn, и придется присесть, так скажем, на пол, ну, а там пробьют тебя и куда-то ниже. Ну, опять-таки, неплохо все сделали, Кура закрывает, подставляется, забывает, возможно, что есть майн-контрол, ну, и, собственно, два фрага очень хороших от Team Liquid. Опять-таки, такая мобильная группа реагирования из Team Liquid, то есть тот же пак, когда появится у нее Даггер, тот же Фурион, ну, и вместе с Фениксом и с Тускаром, конечно, вкатываться, летать они смогут очень серьезно. То есть, да, Комплексити выиграли первую карту, 1-0, там, в пользу Team Complexity, вот это, да. Жестко. Жестко. Это, вот, как и первая группа, когда там сначала E-Home, потом Vichy, вот прям не оставляет шансов суперфаворитам соперники, ну, разве что только OG пока и с альянсами никаких претензий к ним нету. А вот остальные команды страдают, 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 серьезно, серьезно страдают. Майн-контрол ушел все-таки в леса, понимая то, что против Сайлента там стоять с виском смысла не особо много. Лучше где-то погангировать, взять шестой левел и пытаться что-то выдумать, ну, а здесь, ой-ой-ой, какой неприятный фраг сейчас будет. Да, Пата сейчас еще и крипов их соберет, я думаю, это совсем, боже, как же не везет Virtus.pro, кошмар. Ну, а с другой стороны, что не везет? Нет виженность внизу, не чекают руны, просто заходит Пата, убивает. Ну, да, здесь действительно не фарт, да, Фобос там зафармил, конечно, большинство этих крипов, так что хоть какие-то деньги заработал, но тут же их потерял, понятное дело. Здесь имеются стаки для года на будущее, у года просто, просто шикарный крипстат 36 на 13, пока он переигрывает на 12 убитых и 7 добитых крипов, то есть, в принципе, линию год свою выигрывает. Ну и разгоняется Сайлент очень серьезно, нужно, нужно дожидаться побыстрее шестого левела от виспа, нужно ли это шестого где-то быстро воровать и стараться. Стараться уже, ну, реализовать сейчас Снайта, тысячи голды в Хаус Снайт. Посмотрим, во что он будет выходить, я думаю, все-таки это барабан и армлет, это будет правильное решение здесь. Скорее всего, даже может быть сразу армлет, ну, может быть и барабанщики купить. Как получится? Барабанщики это топовый айтем, прям топовый, но Хаус Снайта, что надо? То, что доктор прописал, что доктор прописал, то, что паппи прописал. Ну, тогда берем, тогда берем. Ну, в принципе, в Хаус Снайта все здорово, у Темпларка все хорошо, это главное, это значит, что через какое-то время, в районе 15-й примерно минуты, может даже пораньше, когда Темпларк возьмет Блинг, когда Хаус Снайт будет иметь как раз-таки те самые барабаны и армлет, они могут выходить в агрессию и именно в этот момент побеждать. Сильно тянуть я бы тут на их месте не стал. Луна в 6 слотов, она и Хаус Снайта съест, и всех съест, к сожалению, но это Луна в 6 слотов. Луна с одной, там, какой-нибудь Яши, она совершенно не страшный персонаж. Ее можно очень быстро убивать. Чтобы вдвоем их убивали там, в яйце. Так, проблема у Лила, вкатывается на него, Куро, ну и Лил пытается улететь на Сайлента, разрывает Линки, это минус Лил сейчас будет, хотя живет еще Лил, ну вот он минус, отрезает Сайлента, но отрезает как раз-таки с другой стороны. И пенечек, пенечек, да ладно? О, боже мой. Боже мой, какой маинка. И еще. Нет, ну еще не получится, кстати. Пронесло. Ну, конечно, тут хорошо, Феникс погиб, смерть у храбрых, так что размен, в принципе, на руку, на руку команды Virtustro как бы 4 в 2 замес был, если это замесом можно назвать, и Феникс просто погиб. Ну да. Как он погиб? Да, он там что-то сгорел. Ну, на самом деле, висп добил, судя по всему, виспенком, который крутился вокруг или удар сделал, или по итогам. Наверное, да. Висп вообще круто получается все. 4 в 2 опять-таки размер пользователя. Но, как мы знаем, в Доте 2 это ничего не значит. 3 в 2 размер тоже был. И плюс он был для людей, которых было больше. Так что, это все такое. Девятая минута игры. Пока 3-5. О-о-о-о, Айрат, Айрат. Ага. Решил по Мидасу ударить. Ну, кстати, я против. Я тоже категорически против, но, может быть, я просто жалкий комментатор, который ничего не понимает. Я аналитик. Мне можно. Я против. Мы можем сказать, что для этого героя это плохой артефакт. Нет, артефакт неплохой, естественно. Хотя, если... Хотя, слушай, он уже готовый. Это девятая минута, и это готовый Мидас. То есть, как бы, это ПТ плюс Мидас на девятой минуте. По сути, Мидас на девятой минуте на 14-е окупице. Главное, чтобы Лил здесь пережил. Боже, опять Инвизу, Фат, и опять нет контроля. Он не убьет никого. Он даже Лилу не убьет. Да нет, у Лилы большого, а Сультом Фурион убьет. Тут уже другой вопрос. Ну, он не станет так рисковать. Шанс есть умереть самому. А, это опасно, чревато. Феррифайр, стики к тому же у Лилы еще. Розовый это кто? Блин, к сожалению, у нас почему-то на экране не видно вверх. Розовый это Куро, потому что розовый всегда Куро. Полосочек просто сверху не видно. Что-то почему-то на этом телевизоре нашем. Телевизор. Ну, хоть пульт нашли. Этот Филипс. Ну, хоть пульт нашли. Да, вчера был целый квест. Квест культан. Да. Серьезный. Так, что там в Петербурге? Покажите нам, пожалуйста, Сергея Года-Брагина. Появляется у нас, блин, у Пака. И это хорошо. Ну, у Года тоже дела должны идти. Отлично. У Года тоже много денег на Туапе. Пошел ультимейт Луны. Сайлент прячется, залетает толпами. А что они здесь делают? Релокейт делали, чтобы кого-то убить. Вдвоем. Вдвоем. Без Дарксиры, без Виверны. Без Дарксиры, без Виверны. Не понимаю. Но стоит вард у них там сверху. Возможно, видели, что не так много противников. И подумали, что смогут убить. Но опять забыли про Фуриона, что он прилетает. Про его ультимейт, который по всей карте. Так, Матумба. Проблемы. Матумба должен погибать. Да, Матумба погибает. Кура тоже нельзя отсюда отпускать. Год должен сделать еще один фраг. Да, Год делает и этот фраг. Ну и Джеракса ни в коем случае нельзя здесь отпустить. Так, кто-то... Кто-то кого еще не хочет отпустить. Здесь пришел Фатэ. Ну, забрал. Забрал одного год. Вылезает из Натиста. Тут же его пытается гореть. Год и год спрятался. Но с Андреем, конечно же, спирает года. Опять-таки, Лил тоже здесь. Лил доберет Джеракса. Сам умрет от Фатэ. Фатэ зарабатывает огромное количество фрагов. А где все это время был Дарксир? А вот он. Дарксир, видишь, он как раз говорит. Разговаривает с нами. Ага, ну хорошо, хоть вакуум сломал, но все, он погибнет. Потому что это снова болт, это шарды, это ультимейт, это минус лицо. И отвратительно не темплей наиграет Virtus.pro. Они снова за буквально минуты-полторы заливают все, что было нажито непосильным трудом. Они тысячу голды вели. Я сейчас буду ругаться. Я сейчас начну ругаться. Дело в том, что вот мы тут заговорили про этот Мидас на Чаус Найте. Был барблет, они бы там всех убивали. Мидас стоит 2000 денег. Мидас для Чаус Найта артефакт в принципе средний, потому что, чтобы было понятно, Мидас не дает скорости атаки иллюзиям. Иллюзия не получают такой скорости атаки, которую дает Мидас. Иллюзия получает только ту скорость атаки, которую дают статистики, то есть ловкость. И врожденная скорость. То есть этот итем уже для него не самый крутой. Но мы все прекрасно понимаем, это Кэрри герой, который... Так, ладно, драка. Хэграунд FNG. Ой-ой-ой-ой-ой. Хреново. Ловит фата всех. Минус три, минус четыре. Хэнд оф Мидас. Виртус ПРО в лузерах. Шутка пока еще нет, но привет. В каждой шутке есть доля правды. Тут уже как бы мы одной ногой стоим там. Ну, вся надежда может быть на годы, но, блин, у года на самом деле все достаточно плохо. Ой, его засанреет тут сейчас. И катится уже сноубол. Как же... На самом деле очень круто играет Liquid, конечно, но у Virtus.com совсем все не клеится. Спалили пеньком сейчас, как фармил там год. Отлично. Прочекал майн-контрол эту ситуацию. Ну и моментально убили Фату. Здесь избивают. Смотри, смотри. Есть шанс убить, но Санрей спасает. И вот он релокейт, минус два. Ну и майн-контролы нельзя отпускать. Майн-контролы нельзя отпускать. Не хватает демеджа по майн-контролу, чтобы добить его. И, к сожалению, улетает он. А значит, почему? У него барабан. Потому что у него барабайски. Барабайски это хорошо. Барабайски дают хапп. Вернемся к Мидасу. И вот этот Мидас, который стоит 2000 и не дает тебе нифига, кроме возможности пофармить, ты с ним идешь и релокетишься в пятерых. И выреша с вами вас. Действительно, ты взял на 9-й минуте Мидас. Зачем ты идешь драться? Это же нонсенс. Это же даже, ну, как бы это вообще makes no sense. Это не логично, это драться, идти с Мидасом. То есть, нет, это нормально, если вы подстроили там почву под драку, как-то все завязалось, и вы пришли и выиграли ее. Это вообще круто. У тебя и Мидас, ты еще и драку выиграл. Но лететь куда-то прям с Мидасом, это плохая идея. Ой, ну как, сейчас они не разобрались здесь. Ребята из Virtus.pros. Альт просто Лилл в итоге кидает. Лилл исчезает. Фатта продолжает просто прыгать по карте. Ну, Сайлент тоже умирает. Ну, еще. Ой, 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 как вы ошибаются. Здесь ликвиды. Можно на развороте даже что-то придумать. Ну, Сайлент тут пытается жить, но сейчас он скорее всего умрет. Я не думаю, что что-либо он сможет сделать. Год прибегает поздновато. Фобос в Сайлентсе. Где Мекка? Да нет, у Фобоса Мекки. Восьмой лавел. Один пять ноль. Ну, что вы хотели? Один это тот самый Фрусблат. Если ты купил на Дарксире быструю Мекку, на Чаусе купил барабаны, и после этого ты использовал один смог, и вот устроил ту самую драку, которую они сами устроили себе сверху и проиграли, и ты ее выиграл, ты выиграл игру, скорее всего. А если ты сделал все так, как Виртуз Прот, ты проиграл игру, скорее всего. Без Мекки, без Дарксира, вдвоем, куда-то полетел, отдал пять героев, отдал вышку, и теперь думаешь, что делать с Мидасом. Бедный от Темпла Рассасин вообще не понимает. Ну, кстати, если честно, я вообще не понимаю, зачем нужна Темпла Рассасин. Ну, Майн-Контрола тут не отпустят. Прилетает пак, есть яйцо, Сайлент отходит на нужное расстояние, яйцо ужасное. Ну, и тут, кстати, улетят, конечно, Сайлент вместе с Лилом, но тут хорошо все получилось, и немножко затупили Ликвиды. Во-первых, непонятное яйцо было. Наверное, не стоило там его юзать. Понимал же, наверное, Джерак, что никого не поймает. Ну, да ладно. Главное, что его не убили за момент, то есть, Супермога. Стоит отметить, что ты посмотри, что делает Фата. Ого. Я впервые вижу этот айтем на паке. Сейчас бы статистику узнать, конечно, по Вейлам на паке, но думаю, что пару раз какие-то индивиды покупали. Не, ну, опять-таки, если есть какой-то там у тебя в команде Зевс, Спирит, то, в принципе, эта штука довольно полезная. Фата можно здесь постараться поймать. Есть курьер, Сайлент бежит за курьером, нет, бежит он все-таки за Джераксом и пытается бить Фату. В Сайленте Сайлент и ловит Лила, Сайлент пытается что-то сделать, летает Сигил. Ну, тут ультимейт Виверны, который всех сейвит, на самом деле. Сайлент хотел всех убивать, но дали ультимейт Виверны, в котором, напоминаю, сейчас урону никто вообще не получает из противников, кто в нем стоит. В итоге Сайлент не понимает, что делать, бежит дальше, его просто не старает бак. Какая-то лютая жесть, если честно, происходит. И они продолжают драться с этим Медасом, продолжают драться с этим Медасом. Я могу повторить еще 15 раз. Они продолжают драться с этим Медасом. Нет, они хорошо все. Вот опять-таки вот несколько, вот каждая минута, вот график, если можно, покажи Рустам. Каждая минута. Вот, когда ВП не дерутся, они отыгрываются. Каждая минута. Когда только они идут драться, график валится сразу ментально вниз. Да, потому что Гот безусловно бесконечно фармит тех эндшитов Есть Мидасик, Доксир Очень быстро фармит карту И в принципе пик мобильный Пик фармящий у Вертус Про, который Пока еще слаб Темпларка без дезолятора Без блинка, Хаус Найт Ну окей, уже с дезолятором Без блинка еще, Хаус Найт с одними барабанами Нету БКБ, а там какой пик Там нужно БКБ срочно, чтобы драться Хаус Найт в Сашу Яшу будет выходить Скорее всего, хотя может быть и БКБ будет Сразу Сайлент делать, потому что без БКБ Да не, надо БКБ, нафиг Сашу Яшу Там слишком много станов, слишком много Дэмэджа Здесь тоже БКБ у Луны Скоро будет БКБ или Агоним Заначка Неплохая такая заначка для Луны Ну и пак с этим Вейлом, вот я думаю сейчас Не сыграет ли плохую шутку этот Вейл Сбаток, потому что он как бы Артефакт Неоднозначный, скажем так Ну вот, типа он что, считает, что ему будет Рассказ похватать, чтобы соло делать Праги или как? Не, ну много же Ну фобоса он не убьет Ну и что дальше, там мирно И зачем ты это делаешь? Ну так играется с ним Играется Ну в принципе Фата здесь неплохо отыгрывает Неплохо, он вообще Бездача, 7,08 на паке Он так вот создает Залетает Очень много спейси на карте И все Очень много спейси создает Вот его Луна там фармит пока Эншендов, он пошел, карту разведал Чтобы не дай бог к Луне они пришли Что-то там какой-то дремкоил поставил Заставил понервничать Виртуз Пуа Не сразу А, что тут нападают Там бежим туда-сюда А Луна спокойно зато зафармила Эншендов В этот момент Так, здесь Улетели Фобос, конечно же, убежит Санрей Но Фобос говорит Хорошо, тепло на солнышке Ой, тепло, как на солнышке Я смотрю прям Ой, тепло Еще А вот был бы ультимейт не в кулдауне Когда Фата пытался выбивать Фобоса Было бы все хорошо Но нет Ну, был бы и ум Вместо Вейла Тоже можно было бы фраг сделать Несмотря на то, что 11 фрагов разницы на 18-й минуте Игра, в принципе, для ВП идет еще более-менее неплохо То есть, опять-таки, они вот на кэста перестали драться Они сейчас понимают, что им надо как-то действительно выйти в БКБшного вот этого вот товарища И тогда, может быть, дело пойдет Да, есть БКБ также у Матубамена Но это не самая большая проблема Потому что, в принципе, через БКБ есть чем бить ВП Это тот же Хаус Найт, это та же Темпларка Ну да, пока есть чем пробивать эту Луну Она пока достаточно слабенькая Не забываем, что как бы Виверна может очень-очень плохие вещи сделать, когда у тебя есть жирная луна в твоей команде Она может всех убить Ты можешь просто в соло убить всех своих тиммейтов Сделать просто ультра килл Не, ну ты одна Ты одного убьешь, но тем не менее Да, жаль, жаль Очень жалко, согласен Нужно сделать по ней органим какой-нибудь, чтобы все били вообще всех Просто ультра килл сделать за игру Всех по разу убить Пата прилетает сюда, будет пытаться цепануть Опять-таки, у нас года-год Достают до него Вейла Не закрывают год Блин, через 3, 2, 1 И минус Сергей здесь Ну погоди, минус Сергей, Сергей еще поборется Сергей еще поборется Сергей неплохо борется Ульфуриона залетел Пак Здесь уже Сайлент Проблемы огромные майн-контрола Избивает его Год И внезапно оказывается, что Год сильнее всех Это минус Кура Это минус майн-контрол Фата спрятан Год знает, что он здесь У Года внезапно оказалась руна двойного урона И внезапно Висп прилетел с Чаус Найтом Да, как бы забываем И мы, и Ликвид, наверное, о том, что есть Висп, Чаус Найт И Виртуз Про сейчас делают очень хороший мув Для них Ну, Ликвида делают плохую музыку Они просто идут и умирают Аптемпларку вдвоем Тратят скиллы, тратят время Но это не отменяет того факта, что Виртуз Про молодцы Хорошо среагировали и Год не растерялся Не стал там как-то паниковать, пытаться куда-то бежать Просто начал бить в лицо и разбил Он же сомнил их в лес, там узкий проход Ну, изначально, возможно, он хотел все-таки попытаться убежать Но когда понял, что уже не получается убежать Понял, что надо просто разбить щит И ВП выходит вперед ВВП выходит вперед И у ВП дела налаживаются 21-ая минута Ну, они перестали ломиться Просто куда-то куда не надо И все пошло нормально И начали делать то, о чем ты им говорил И все, успех А-на-ли-ти-ка Решаешь Ну да, но такое ощущение, что они правда Как-то в первой игре вообще не проснулись А во второй первые 10 минут что-то А потом как-то собрались И вспомнили вообще, что можно как в доту играть Там фармить можно иногда Не обязательно сломя голову Бежать на врагов Параллельно началась вторая игра Evil Genius Complexity Evil Genius сыграет по схемам Пупея Там Тайдхантеры Секретные схемы, судя по всему Такие Да Заходите, смотрите Dota Majore 2 Обязательно Там Versuta и MailStorm В комментирующую игру Я могу ошибаться Нет, не MailStorm MailStorm Это артефакт в доте А MailStorm Это Вова Сложно сейчас было Сложно Да У Луны скоро выпадет этот Aegis И можно под это дело навязать какую-то драку Уже можно Вроде У Хаус есть там Только-только купил Ну вот Все А сейчас Virtus.pro действительно могут И они действительно сильнее по логике вещей Ой-ой-ой И как же нужно, чтобы прыгнули именно на Silent Silent Отставься Ну да вряд ли ушли, когда и будут прыгать на него Нафиг он им нужен Кстати, а теперь еще огромные Вопросы к микроменеджменту Потому что мы понимаем, что БКБ на Silent Это, конечно, круто Но для Лила это лишний головняк на этом Виспе И не совсем понятно, как правильно действует А он может на самом деле Лил и к Темпларке прицепиться здесь Иногда Ну и если ты прицеплен к Хаусу до того, как он нажал БКБ Когда связь не разрывается Поэтому тут в принципе все нормально БКБ здесь необходимый предмет Без него тут Хаус не смог бы существовать Ну разве что он бы вон Тараску бахнул Но извините, она дороже Фата собирает агоним на паке Но это грамотный выбор Да, действительно грамотный выбор Да сейчас вот Фата после очень удачного начала Мы видим на четвертое место уже по Митворсу На этой карте опустился Но это ничего не значит Во-первых Во-вторых Хорошие артефакты Они всегда все поменяют Мы понимаем, что эти два БКБ Они в принципе не будут иметь особого значения Когда будет ультимейт пак То есть уходить по крайней мере Можно будет от вот этих вот нападателей в ВП Очень хорошая позиция в ВП Хорошая позиция в ВП Хорошая позиция в ВП Фата прыгает отсюда подальше Хо-ро-шо Молодцы Великолепный защитный вард Вот насколько много делает движен иногда в доте Вот это одно из тех Один из тех моментов Вот тот вард, что стоит справа Полностью показал сейчас Ликвидов И позволил Виртус про начать драку С отличного Винтерскерса Пускай он был и не в того героя Но это неважно Главное, что это дизейбл Сразу по двум целям Который позволяет подстанить дополнительно Не дать активировать Ну я просто боялся, что успеет закрыть Ну успеет спрятать в шар И как-то тиммейты подтянутся И Луна нажмет до КБ И что-то там начнется Ну в принципе все Майн контрол улетит отсюда Все улетели отсюда Да Все разлетелись миром Разошлись Была движуха И внезапно нету никого Фата 2200 Ну вообще у Ликвидов теперь уже проблемы Собственно Виртус про нафармили свои артефакты С которыми они должны драться И они начали с ними драться Чтобы Ликвидам теперь их победить Нужно чтобы вот эта Луна Вот эта бедная достаточно Луна на самом деле Имела здесь еще бабочку Мантулки Расу там И то не факт Как бы что Она справится с хаосом Плюс с темпларкой Далеко не факт Это уже там Зависит от каких-то Разнообразных обстоятельств Но она потенциально Это может сделать Но этих денег у нее нет И не будет Очень долгое время Если Виртус про будет Сейчас играть активно Вот сейчас нужно играть активно Вот прямо сейчас Нужно идти Забирать эти ТВРа Отжимать от Рошана Забирать Рошана Время пришло Сейчас не нужно фармить И то тогда Вот если будут Виртус про делать все грамотно У Ликвидов здесь шансы Падают с каждой секундой Ну вот пошли Смоки Сам Монта ставил Тем временем себе собирает Осталось там меньше Двушечки Будет у него Монта Станет он еще страшнее И ужаснее У Года Год куда-то улетает в космос Вообще по Нетворцу Я не знаю Что там у него Следующим будет артефактом Но все очень хорошо У Сереги Ну и вот он Аганим Появляется у Пака Надо поймать Майнконтрол А здесь Майнконтрол Сори, Ваня Ты в таверну Отправляешься Да Тут очень быстро умирает Майнконтрол И у него Мы видим Немножечко Немножечко Нету байбэку У него немножечко А тут Можно заходить на Тир-3 Прямо сейчас Вообще никаких проблем С этим нет Ну заставит Заставит Стопаешься Уже полетел У нас вниз У нас синие Это ФНГ Чертый Китайский Телевизор Хотя Теоретически Все телевизоры Китайские Как Вова Майлштор Разломал Свой планшет Пришел Этот Пришел В сервис-центре Там открыли И такие Все читают Там на китайском Так это же Понятно Все родилось Здесь Вся техника Вообще И фейерверки Тоже здесь И воздушные Змеи Джарк Сделать Паут Не успевает Сбить Кура Тоже не успевает Сбить Аутматумбомена Отпускать нельзя А он Топнуться не хочет Хочет ДД Стырил И топнулся Неплохо Сыграл Ну ФНГ Поближе Был бы Блинг бы ФНГ Да Но пока Бедный Слишком ФНГ 2600 Денежки Бедный Бедный Картофельный Господин Формит Картофельный Господин Так его Называют Формит Возможно Как раз На Блинг Но там Еще Нужно Посмотреть Так Убили Курьера Радиант Убил Майн-контроль Ну это Хорошо Майн-контроль Молодец 27 минута Курьера Снайп Где-то Круто Вообще Фурион Который За игру Ни разу Не бывает Курьера Это Плохой Фурион Это Вообще Не Фурион Самый Топовый Помнишь Бон Сев На Четвертом Интернешне Да Он Всех Убил А Залет На базу Убить Курьера Это Мой Постоянно План Я Предлагал Это Во всех Командах Где Играл В последний Год Когда Мы Ничего Не Выигрывали Я Знаю Тактику Мы Берем Фурион Ставим Вард Между Вышек А Потом Фурион Летит На Гору Четкий План Круто 5000 Ведут Виртуз Про Десятку Они Отыграли И по Экспириенсу И по Нетворцу Начиная С 15 По 28 Минуту Игры То есть Все Очень Хорошо Но Опять Таки Вопрос В том Смотри Какой Интересный Выбор От Феникса Подожди А Линза Работает На Ренж Яйца Линза Работает На Ренж Санрея И Ренж Этих Как их Духом Духом А вот Яйцо Пьет Нет Дальше Нет Ну такие Скиллы Не работают Все Что ты Татьхантеру Блин Закупил И Ставил На 200 Ну да Вот Хорошо Сейчас Хороший Артефакт Появляется Здесь У Феникса Ну и Вот Понемножечку Начнут Появляться Сильные Артефакты И У Луны И Потом Пака После Появится Майн Контрол Рошан Виртуз Как-то Не Успела Бегут Бегут Сорвались Как Бешеные Ну Ликвид Играют Опрометчиво Как Виртуз Про Первой Карте Под Ними Стоит Ловушка Темпларки Нет В эту Драку Выигрывают В Салатье Ты Думаешь Ну Зависит От Того Куда Пойдет Литер Скерс Зависит От Того Как Пойдут Они Вообще Драться Оп Оп Внезапно Нашли Нашли Фату Внезапно Могут Убить Фату До Раскаста Да Это Минус Фата Проблема Огромная У Ликвид Рошан Стоит Виттер Скерс Отличный Просто По Матумба Мэну Сейчас Будет Левульта От Матумбы Закончится БКБ Яйцо Взорвалось Ноль Дем Нанесли Пошел Ультимейт По Сайлот Он БКБ Ему Пофиг Он Танкует Абсолютно Все Пришел Год И Сейчас Будет Брагин Бить Ух Как больно Там От Брагина Первая Тычка Залетает Пак Пытается Уйти Уходят Все До Ликвид Затянули Майнконтрола Его пытается Избивать Влетает Куроки Пытается Забрать Лила Лила Лил Живой Минус Два Минус Три Нужно Добирать Фату Пошел Санрей Фата Дерется До Санрей О боже И Трипл Килл Как они Это Сделали Фата Сделал Байбэк Конечно И за счет Этого Они Это Сделали Но Санрей Конечно Это Просто Имба Года Пытается Загнать Неужели Чего Убьют Вис Летит Отлично Помогает Году Сейчас Нужно Нужно Добить Нужно Добить Фату Но Не Получается Это Сделать Нужно Добить Вис Ну Спас Сделать Своим Байбэком Конечно Ситуацию Иначе Год бы Погибал И Было Было Совсем Все Печально И Драков Огромный Плюс Для Liquid Потому Что Здесь Не Учитывается Байбэк Пака И Смерть Пака Вообще Очень Удивительно Что Virtus Pro Смогли Эту Драку Чуть Ли Не Проиграть По Итогам Даже Не Важно Что Там Байбэк Они Они Просто Как-то Очень Действовали Скованно Что Ли 29 Минута Это Нужно Записать Нашим Режиссерам И Потом Пересмотреть На аналитике Эту драку Потому Что Так Как Тебя Нет На аналитике Никто Хайлайтер Там Они Уже Появляются Кто То Собрался Кто Собрался Сад Наш Режиссер Я Не Верю Что Наша Студия Я Согласен Очень Скованно Действовали И Ты Ни Шагу Назад Не Делаешь Ты Просто Только Вперед Бежишь И Всех Убиваешь А Они Там Как-то Тушевались Они Так Назад Вперед Как будто Чего-то Опасались Когда Чего Опасаться Под БКБ Там Пока Что Нечего У Луны Мало Дэмэджа Все Остальное Магия Дэйдаус И Манта Стайл Два 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 Эндгейм Артефакта Появляется У Виртус Про Такие Очень Сильные На Чаус Найте И На Темпларке Я только Что Понял Что Чисто Семантически ЦК Это Самый Сложный Герой Для Комментатора Потому Что Я За Эту Игру Назвал Пятью Разными Смешами И Хаос Найте Чаус Найте И Чаус Найте И Еще Как-то Еще Как-то Сложный И Найте ЦК И Конь Огонь Мне Особенно Нравится Конь Огонь Мне Я буду Называть Хаос Ну Хаос Ну Он же Хаос Рыцарь Хаос Можем Еще Называть Пака Шайбой Почему шайбой Потому Что Пак Шайба Да Слово Пак Имеет Значение Шайба Хоккейная Шайба Я не дал Поэтому Шайбу Превращался Ой Шайба Погибает Шайба Что-то Сален слабый Шайба Толстая Убивать Фату Яйцо Убить Смогли Фата Уходит Кура Не Уходит Кура Без Маны Шайба Я Ух 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 Бум 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 Ух Ух В Ух Ну, с Крита, я сейчас тебе так прикину, примерно, с Крита, например, он может почти убить Курок, если Крит из Молда, он может почти убить Джерекса, ну и Фуриона, в принципе, он всех почти убьет. Короче, с двух ударов он убьет точно всех. Ну, если два Крита, то точно любого. Ну, да, да, так что, вот теперь главное году добраться. Ну, мы видим 5400 у года сейчас в руках, и у него 700 почти ГПМ, 776 ХПМ, и год красавчик, год делает дела, и вы посмотрите, какая у него разница огромная с Фатой и с Матумбой, 22 тысяч нетворса, при том, что 14 и 13, соответственно, у Матумбы и у Фаты, и ВП ведут уже 12 тысяч. Вот они, Виртуз Про, которые делают правильные мувы. Наши мальчики. Да, вот они, Виртуз Про, которые Виртуз Про, а не Архон. А не Архон, да. В первой игре это были Архон. Это было Архон Цис, так, Патер Минус, отлично. Цис, Архон. То есть, пока ты Архон, ты не можешь победить, вот, Ликвидов, возможно. Хотя, кто знает, кто знает, вот, Ликвиды. Да, год в МВЗе. Так, вот сейчас можем проверить теорию вероятности и математические наши познания. Нет, все ушли от года. Год недоволен. Год, кстати, потратил деньги куда-то. 2800, что в Курьере. Интервала, может быть, какие-нибудь, нет? А, МКБ. МКБшечка. Да, там даже близко еще нет никакой бабочки, а угоду уже МКБ. Ну, же, как же он сейчас больно будет бить? Это, это вообще просто, не говорят. Слушай, а минуту-то пока не будет? Как-то я не обратил на это внимание. Байбека-то нету у Фаты. Ну да, он же байбекался на рожане. Возможно, у него здесь кулдаун. Да, у него кулдаун. 40 секунд. Что, кулдауна? Привет, Джеракс! Джеракс здесь погибает. Куру сам зашел в свои шарды, прячется в Сноубол, выиграет буквально четверть секунды еще для себя. Дальше пытается идти, Сайлент не отпускает. Нет байбека у Куроки. И вот как-то вот так. Ликвид. Подставились. Забыли, что Рэдж просто огромнейший у рифта. Забирает ВП Бараки. Явно их вместе шел в Т4, если серьезно. Ну, либо может пойти все-таки забрать. Еще топ нижнюю линию забрать они не могут. Ну, вот так вот. И без года разобрались, скажем так. Год тут в этих смертоубийствах не участвовал. Здание ломать? Ну, надо ломать дальше здание. Да, в принципе. Я пойду. Моя любимая статистика. Я вчера нашел свою любимую статистику. Дэмэдж по зданиям. Я теперь буду в каждой игре смотреть на дэмэдж по зданиям. Вот этот вертаспро явно побеждает. Ну, да. Ну, в принципе, здесь уже все понятно. Ликвиды не хотят ливать. Не знаю почему. Любят доту, хотят еще поиграть. Пытается на тот момент собрать баттерфля, который ему ровным счетом ничего не даст. Вообще ничего. Ну, правда, если будет бить конь-огонь, еще куда не шло. То есть, как бы, будет переживать врывы Хастнайта. Да, недолго он будет переживать, на самом деле. Я, конечно, понимаю, что 35% у воротов это много. Это целых 35% увернуться. Но 65% получить леща все равно остаются. От 7 коней. А когда там, да, когда на тебя нападает 7 коней, в общем, скорее всего, ты быстро умрешь. Шива появляется у Фобоса. Пайп появляется у Лила. Психанул прям. Лил, ты посмотри, как он запакован. 6-7-12. Это самый богатый висп, который я видел. Глиммер и Пайп, а навести бы на щиточек, узнать, сколько у него ли здесь так магии нынче? Ну, 59. Мне вообще плевать на мать. 59, это безактивированного Глиммера. Да, то есть, с Глиммером там будет под 70, похоже, да? Ну, что-то такое. И ему вообще пофиг, получается, на пак, и так далее. Фанга, отличная позиция, палец всю движуху Пепси. Ну, понимаешь, что пока не может дать нормальный ультимейт. Сайлент затягивает Кура. Кура успел спрятаться, фотосайлент в сайлентсе. Кура умирает. Фобос отличный вакуум в дерево. Поймали Матумбомена. Ну, и дайте Году хоть кого-то побить. Году уже самому скучно. Вот сейчас останется еще на 8 секунд. На 4 секунды, извините. Стоит Год. Стоит. Года перетянули дальше. Год говорит, вот, вот он дэмэдж от Года. Ну, все равно фраг забрал полностью. Интересно. Гэгэ. Ну, молодцы. Молодцы. Сыграли свою игру так, как надо ее играть. Очень хорошо исполнили. Хоть и не без ошибок в самом начале. Хвалить мы их не будем. Потому что не за что хвалить. Это как хлопать пилоту в самолете, который презентился. Да, это, конечно, Виртус Пром должны делать. Да, они должны выигрывать. Они должны выигрывать эту группу. Они должны спокойно идти в плей-офф. И вот, когда им можно будет хлопать, это когда они там в финале Винроф будут выигрывать. А здесь молодцы. Худжоп. Красавчики. У Сайлента нету компенди, но подарите ему его, пожалуйста. И мы передаем.